Неожиданная новость пришла из Южной Осетии, что президент государства Леонид Тибилов заявил о намерении провести референдум по вопросу присоединения к Российской Федерации. Однако громкое заявление было отвергнуто пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. По его словам, такого заявления не делалось, речь шла о стремлении к интеграции. Впрочем, Леонид Тибилов оставил вопрос открытым. Какие плюсы и минусы тут для Южной Осетии и для России? Может быть, это намек на возможность присоединения ДНР и ЛНР, если они проведут соответствующий референдум? Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Это может быть и не увеличение финансирования, но упорядочивание финансирования и лучшее управление за деньгами, которое они получают. А, скорее всего, и увеличение финансирования тоже. Но здесь нужно понимать, что это должно быть согласовано с Российской Федерацией, потому что если такой референдум проведет к дальнейшему ухудшению нашей международной позиции, если наш с этим не согласится, то это будет очередная дискредитация России и ничего больше. Если для Южной Осетии плюсы очевидны, то для России есть и довольно серьезные минусы, уверен эксперт. По сути, на международной арене это будет восприниматься как новый Крым, все снова заговорят о якобы аннексии. Минусы очевидны, это будет как еще одна аннексия, но с другой стороны мы покажем, что мы достаточно сильны и что мы действительно плевали на мнение тех, кто ведет против нас экономическую войну, пока они не начнут вести себя прилично. К сожалению, сегодняшний Запад это шпанах в подворотне, а отнюдь не благообразные дипломаты на международных конференциях. А если это сделать красиво, то есть договориться с республиканцами, что мы таким образом опускаем Обаму и всех демократов, демонстрируем ничтожесть и бессилие, в преддверии американских выборов помогаем республиканцам, это будет большой плюс дипломатический. Если наша дипломатия умеет так работать. Михаил Делягин уверен, такая инициатива, если она вдруг и получит какое-то развитие, вряд ли будет считаться намеком на возможность присоединения Донбасских республик. Это, конечно, способ ведения диалога с Западом, но не более того. Так все-таки, есть ли перспективы присоединения Южной Осетии к России? Я не думал, чтобы это было согласовано с Российской стороной. Если я там хорошо помню, некоторые представители Российской стороны руками и ногами отпихивались от Крыма, которая все-таки не Южная Осетия по всем параметрам. Я надеюсь, что соединение Осетинского народа в составе Российской Федерации состоится. И я хочу просто зафиксировать, что ни одну территориальную проблему постсоветского пространства нельзя решить в том формате, в котором они существуют сегодня. Но, как показывает опыт нашей недавней истории, любая территориальная проблема постсоветского пространства легко решается в ходе интеграции с Российской. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануня ТВ. Подписывайтесь на канал Накануня ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok